Добрый день, дорогие друзья, и мне дали на обзор копию игры Dungeon Clover. Что же я могу сказать об этой игре? Игра, в принципе, имеет уникальный концепт. Я не знаю, нигде такого больше не видел. Может быть, конечно, такие игры были, я не знаю, честно. Но, в общем, мне очень понравилось. Суть в том, что мы с помощью вот этой вот маленькой клешни собираем предметы из автомата, и эти предметы используются. То бишь, меч атакует противников, щит защищает нас от атак противников. Вот такое все простое. Но, кроме этих щитов и мечей, есть куча-куча-куча уникальных предметов. И я, конечно же, их все не открыл, не успел, в общем-то. И вообще, в принципе, игра довольно-таки, я не знаю, может быть, немного нечестная, может быть, просто она довольно-таки сложная. В общем, я смог пройти ее только один раз. Это, я бы сказал, рогалик, но не совсем рогалик. Каждый раз у нас одинаковые этажи. В общем-то, как вы видите, во всех забегах этажи одинаковые. Но соперники иногда разнятся. А также предметы, которые мы получаем, естественно, тоже разнятся. Все это разное. Суть игры заключается в том, чтобы победить босса пятого этажа. Дальше у нас открывается бесконечный режим, который я играть особо не стал. Но, если вы соберете какую-то имбу, вероятно, будет интересно протестировать ее в бесконечном режиме и посмотреть, насколько далеко вы сможете зайти. В общем, хочу сказать так. Игра мне, в принципе, понравилась. Но хотел бы сделать парочку замечаний. Ну, во-первых, это... Однообразные этажи, конечно же. Хотелось бы, чтобы они строились рандомно, и чтобы это все было вот так вот красиво. Но, ладно, может быть, это, естественно, только бета или не бета. В общем, это бета-тестинг. Может быть, на финальной стадии игра будет иметь эти все приколы. Также хотелось бы, чтобы игра имела в будущем звуки. Потому что в игре нет звуков, пока что только музыка. И спустя какое-то время она начинает сильно надоедать. Было бы неплохо слышать звуки столкновений клешни об машину, поднятий мечей, щитов и всего прочего. Теперь давайте рассмотрим еще одну небольшую механику игры. Она мне довольно-таки понравилась, и мне кажется, в будущем с этим будет очень много разных приколов. В общем, каждый материал, каждый предмет, который лежит у вас в автомате, имеет свой материал. То есть, меч металлический, щиты деревянные, и различные персонажи, а также различные механики могут использовать эти материалы, предметов. То есть, например, вот этот вот бобр, он имеет живой щит перед собой, это плотина. Если мы подбираем предметы деревянные, они не используются, они просто-таки даются этой плотине, и она восстанавливает хп. Также щиты применяются в основном на нее, кроме железных щитов. Железные щиты применяются на самого персонажа. В общем-то, да. Еще одна похожая механика, как у этого бобра, это вот этот персонаж, металлург. У него вторая клешня, это магнит. То есть, он притягивает все остальные предметы. И на самом деле, это довольно-таки сложно. В конце игры я за него заруинил, именно из-за того, что у него ненормальная клешня, а этот чертов магнит. Ну, мы с этим, в общем-то, когда-нибудь разберемся. В игре сейчас есть небольшое количество персонажей. Ну, как небольшое. В принципе, довольно-таки большое, если честно. Если сравнивать с Пеглином, например. Это неважно. В игре есть некоторое количество персонажей, которые имеют уникальные способности. Каждый из них имеет что-то уникальное. Кроме первого персонажа, он самый базовый. Некоторые персонажи дамажат себя. Некоторые персонажи не дамажат себя. У некоторых персонажей есть питомцы, которые атакуют. Некоторые персонажи защищаются этими самыми питомцами. Некоторые персонажи не умеют щиты ставить. Они не защищаются и восстанавливают жизни после этого. Вот, огромное разнообразие видов геймплея И больше всех мне приглянулся, конечно же, вот этот вот вампир Потому что он имеет способность к восстановлению ХП А также он довольно-таки легок в игре У него нет щитов То есть если мы опускаем нашу крышню, мы берем всегда атакующие способности И они всегда атакуют у врагов, что довольно-таки удобно Вот, именно поэтому этот персонаж мне приглянулся больше всего И только лишь за него я смог пройти игру Но это пока Конечно же, в будущем мы все это наверстаем С обзором, я думаю, покончил Давайте я бы поставил этой игре как концепции Просто, ну, суперинтересная концепция Восемь из десяти Очень интересно, что получится на выходе Насколько много предметов добавят Сколько будет разных комбинаций Но пока что я бы поставил игре шестерочку Потому что, ну, есть некоторые недочеты Там звуки, вот эти вот все дела Баги Нет, на самом деле это может быть даже не баги Это такая физика игры Но у меня часто бывало, что Клешня вела себя так, как она не повела бы себя в реальной жизни Я, конечно, душню, возможно, но, блин Хотелось бы, чтобы было получше А теперь давайте перейдем к моему забегу Который оказался единственным удачным забегом На первом этаже все было довольно-таки просто Первый босс не предоставил особо сильные угрозы Мы очень быстро восстанавливаем хп И он не так сильно нам дамажит, как мы хилимся То есть мы успеваем отхилиться На втором этаже же все тоже шло довольно-таки неплохо Во втором этаже все тоже замечательно у нас И босс второго этажа уже немного посложнее Он довольно-таки противный человечек Потому что он стакает щиты Если у вас недостаточно атаки Если вы играете не за такого вот вампира, который постоянно атакует Это будет сделать довольно сложно Пробить его защиту Вот Ну что еще могу сказать Удалось так пройти второй этаж На третьем этаже нас ждал довольно-таки противный босс В некоторых случаях он очень отвратительный В нашем же случае он, ну, такой Приемлемый, скажем так У меня удалось его победить Четвертый этаж имеет очень прекрасное построение Мне очень нравится, что можно ходить куда захочешь Можно сходить вниз, направо Посмотреть там сундучок забрать Потом вернуться из этого сундучка налево вверх Посмотреть вот эти вот все нычки В общем, очень интересное строение этажа Хотелось бы, чтобы все этажи генерировались рандомно И чтобы такое строение часто попадалось Ну, подобное строение Это я уже говорил где-то Ну, не важно Вот И босс этого этажа тоже довольно-таки Так, ну это точно такая же бабочка, как была и на третьем этаже Только с немного другим поведением Ну, в общем, с ней я тоже, слава богу, управился И, наконец, пятый этаж Он тоже достаточно интересное строение имеет на самом деле Если захотеть, здесь можно нафармить очень много денег И в конце концов прийти условно в сброс Ну, в иконку с мусоркой И сбросить там все ненужные вещи из колоды Или же наоборот, можно прийти в иконку с наковальней И улучшить все необходимые предметы В общем, возможности на этом этаже у нас очень большие Ну, и, наконец, приходим к финальному боссу пятого этажа Вообще, финальному боссу игры, по факту, скорее всего Ну, по крайней мере, этой беты Это у нас вот такой вот чертенок с экраном Очень такой интересный вид имеет это существо И оно довольно-таки сложное У нас есть атака После атаки он выкидывает две бомбы нам в инвентарь Если мы не выкинем эти бомбы из машины То они взорвутся и нанесут нам какой-то урон И при этом в этом же ходу, в котором нам нужно выкинуть эти бомбы Он атакует четыре раза по 15 урона То есть в сумме 60 хп В общем, я правда не знаю, насколько это сложно бороться с ним По стандартным методам Просто у меня была куча зеркал и куча кастетов Поэтому я мог увернуться или же отразить его атаки Много-много раз Поэтому для меня эта битва не составила особого труда Думаю, в следующий раз, когда мне придется Проходить игру за других персонажей Я буду следовать примерно похожей схеме Почему же мне необходимо пройти игру еще раз? А вот именно потому что Если я пройду игру за трех персонажей И узнаю секретный код То разработчики пообещали мне выдать какое-то количество ключей Для моего сообщества Поэтому я собираюсь сделать раздачу Но это будет после того, как я соберу и пройду Соберусь и пройду игру за еще двух персонажей Вот Поэтому ждите видео, пожалуйста, ребята В финальном третьем видео по этой игре Я не знаю, может быть не финально Может быть в будущем я еще буду в нее играть Но в третьем видео по этой игре Я сделаю розыгрыш В котором я разыграю то количество ключей Которые мне предоставят разработчики Вот Так что всем спасибо за просмотр Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok